Канал Марсианские Хроники представляет вам главные новости дня. Воздушная мощь России не ограничивается истребительной армадой. Развернутые на границе ЗРК С-400 могут поразить украинский ВВС в глубине страны. Парк ударно-транспортных вертолетов захватит и будет удерживать ключевые объекты, а оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» уничтожат важную инфраструктуру. Конечно, Россия может потерять превосходство в воздухе, если на помощь Киеву придут ВВС НАТО. Российский робототехнический комплекс «Маркер» прошел успешное испытание в качестве комплекса ПВО «Ближней руки» для уничтожения малых бесполотников, в том числе дронов-камикадзе, сообщил разработчик НПО «Андроидная техника». Для борьбы с роями дронов «Маркер» оснастили РЛС, способные распроосновать воздушные цели с малой площадью рассеивания и передавать их координаты в стрелково-гранатометный модуль. Затем робот следит за целью оптикой и поражает из штатного пулемета. Греческий парламент одобрил законопроект военного ведомства об укреплении бароноспособности страны, который предосматривает заключение контрактов на приобретение шести дополнительных истребителей «Рафаль» и трех фрегатов типа FDI французского производства, а также 44 торпед для подлодок. Сделки на фрегаты и истребители могут быть подписаны уже в марте-апреле этого года. Контракт на шесть «Рафаль» оценивается в один миллиард евро, а три фрегата — три миллиарда евро. Минобороны Польши выбрало два предложения в рамках программы «Мечник». Данная программа направлена на строительство трех боевых фрегатов для ВМС страны. В финал тендера вышли британская компания «Бэбкок», предложившая проект «Эрохат-140» и немецкая «Туссенкруп» «Марин Системс» с фрегатами типа «Меко А-300». После переговоров с польским консорциумом ПГЗ «Мечник», который выступит в качестве генподрядчика программы, будет сделан выбор в пользу одного из двух предложений. По условиям контракта, корабли должны построить на польских верфях в рамках договора о передаче технологий. Согласно принятому графику, их строительство начнется в 2023 году. Первый фрегат должен быть готов к июню 2028 года. Стоимость трех единиц составит около 2,5 миллиардов долларов. Американская компания MD Helicopters начала разработку усовершенствованного варианта своего легкого ударного вертолета MD-530F KUZ Warrior под названием KUZ Warrior+. Работы включают установку улучшенного комплекса вооружения, а также изменения в конфигурации и системах машины.